Всем привет дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о Такеши и Хироши. Необычной видеоигре, которую по аналогии с уже распространенным направлением интерактивного кино можно назвать интерактивным мультфильмом. Или даже скорее неким синтезом видеоигры и мультфильма. В игре рассказывается история нескольких дней из жизни двух братьев, чьими именами и названа игра. Такеши 14 лет и он мечтает стать геймдизайнером, а его младший брат Хироши является пока единственным фанатом и тестером его игр. Однажды, когда Такеши работал над своей игрой Великий Воин, Хироши очень захотел в неё поиграть. Она была не готова, но всё же Такеши не смог отказать младшему брату, придумав интересный ход. Самому взаимодействовать с Хироши по ходу игры в реальном времени. Так сказать, самому стать для него игрой. При этом сама история Такеши и Хироши является по сути анимационным мультфильмом, состоящим из семи глав, рассказывающим историю о взрослении главного героя, преодолении им жизненных трудностей, нахождении друзей, укреплении связей с ними, а также о многом другом. Если сюжетно Такеши и Хироши является типичным анимационным фильмом в жанре сёнэн, то визуально оно уникально тем, что персонажи и локации стилизованы под пластилиновые, а их одежда и вещи сделаны из кусков ткани. Подобный пластилиново-тряпичный стиль уникален не только для видеоигр по мотивам аниме или подражающих аниме, но и собственно для самих аниме мультфильмов и мультсериалов. Собственно игрой, с вытекающими отсюда геймплейными механиками, здесь становится разработанный Такеши Великий Воин. Игра в игре, а точнее даже игра в мультфильме. Он представляет собой простенькую на первый взгляд двухмерную бродилку, в которой пиксельный воин ходит по минималистичным локациям и сражается с пиксельными монстрами с помощью меча и некоторых спецприемов. Однако, несмотря на внешнюю простоту, на самом деле он обладает рядом специфических черт. Первой такой чертой является наличие параметра уровня стресса. Он повышается при нанесении воина урона и влияет на его уровень радости. К слову говоря, задачей каждого уровня великого воина является набор определенного количества очков уровня радости, чтобы Хироши остался доволен. При этом при нанесении урона также снижается и уровень здоровья. Из этого вытекает вторая специфическая черта – необходимость расчета баланса между уровнем урона и уровнем радости. Это достигается возможностью выбирать количество и виды монстров, каждый из которых обладает определенной силой, живучестью и соответственно уровнем наносимого урона. Таким образом, основой геймплея Великого Война является расчет разнообразных очков и просчитывание ходов, что делает данную игру не только занимательной, но и стимулирующей мышление. Третьей чертой игры является то, что в Великом Войне можно играть одновременно из-за Хироши, играющего собственно воином, из-за Такеши, производящего расчеты и выставляющего монстров. Четвертой и последней, на мой взгляд, чертой является то, что развитие Великого Война от уровня к уровню, которая заключается в появлении новых монстров, способностей, дополнительного персонажа и босса, отражает события, происходящие в жизни Такеши и повторяет его собственное развитие, а также развитие его младшего брата Хироши. Кроме того, спецификой Такеши и Хироши в целом является то, что она по сути является не только игрой в игре, но и видеоигрой о видеоиграх. Она рассказывает о том, что с одной стороны игры могут не только развлекать, но и вдохновлять и мотивировать людей, а с другой стороны о том, что нельзя зацикливаться на одних только играх, нужно уметь видеть и жизнь вокруг, уметь грамотно совмещать ее с играми и прочими развлечениями в целом. В конечном итоге, получилась достаточно оригинальная вещь, которая производит впечатление простой и незатейливой, но при этом занимательной и вызывающей симпатию истории. Так сказать, простое в сложном и сложное в простом. Ее единственный не совсем радужный нюанс – эксклюзивность для AppleStorm. Если же для вас это не является помехой, то однозначно рекомендую к ознакомлению. Она того стоит. С вами был канал Играриум. Играйте только в хорошие инди-игры. Ну а на этом у меня все. Лайк, подписка и комментарий как всегда приветствуются. До новых встреч, друзья!